Я не отдавая себе отчета, рефлектор-то схватил ее за руку, слушай, это выглядит мощно, абсолютно мощь всего этого кадра. Евхина, а что ты смотришь? Я тортамплиеров смотрю историю с одного канала, сейчас я скажу, как называется. Ты же любишь историю? Да, обожаю. Из глубины веков. Тебе скинуть его потом? Скинь. Ну, я ссылку в описании оставлю, чтобы Лиза нашла. А почему ты ешь яйца без соли? Да. А в чем проблема с яйцом? Ну, мне лею солить яйцо, мне проще вот так его почистить и съесть. Грабители-убийца, это про Котю. Грабители-убийца. Лиза, Котю, снимай, зачем ты снимаешь телефон? Котю сними. Очищена, практически очищена, как мое яйцо. Я очищаю свое яйцо. Покемон в своем истинном обличии, Евген, голый, красивый и... Любимый. Я знаю, вам понравилась любовь, деньги, рок-н-ролл. И что-то у нас был большой перерыв, я все хотел сесть, но тут разные игры были всякие. А сегодня у нас к тому же... Нет, я, кстати, не знаю, сегодня... Я просто не знаю, как это видео выйдет и телевизор не забанен. Просто Android-телефоны, ребята. Android-телефон... В этот раз он просто даже не включился. Ну, то есть, Android-телефон. Вот был бы iPhone у меня второй. Вот там было бы все нормально. Android-телефон вечно не работает. Не знаю, может, я просто не везет. Просто у меня было сколько? Три разных Android-телефона. И все были, ну... Как вам сказать? По сравнению с iPhone-ом... Было страшно. Было страшно. То есть, в основном я думал... Так, когда приложение вылетит? Так, когда он просто вырубится? Хотя, ладно, вырубиться это редко было. Это очень редко. В основном, когда приложение вылетит. То есть, вот у вас бывает такое? Вы пользуетесь Android-телефоном? И вот просто сидите и думайте так, когда у меня приложение вылетит. На iPhone или на 6-ом, кстати, тоже вылетают. Потому что, ну... YouTube все-таки стал очень тяжелым и громоздким. И одного гигабайта памяти в iPhone уже как бы не хватает. Оперативной памяти, если что. Ладно, что-то я увлекся. С моей партой сидел Кёске. То есть, Косё, только жирный. И разговаривал с Одноклассиками. Я удивлялся, что не с Кошкой Дивкой. А, он с Одноклассиками, наверное, про Кошкой Дивок говорил. Обсуждал, какая из них более интересная. Ну что, Ромео Блэк Флейм, как пообедал? Нормально. Почему он меня называет Ромео? Я же Николай. Куротко ответил я, но почему-то все-таки отвел взгляд. Так. Ну, то есть, я хорошо пообедал. А он не видел, что ли, как меня облили? Учебный день подходил к концу. У Старши мне очень нравится, как падает свет вот из окна. И да, потенциал модов для этой игры, для демки. Этой игры ноль. Потому что она сделана на Юнити Ху Юнити. А Юнити модифицировать, делать моды под Юнити трудновато. Так что это печаль. Это очень грустно. То есть, я думал, что выйдет вот эта игра. Любовь, деньги, рок-н-ролл. И все будут пилить моды теперь под нее. Но, видимо, не дождемся модов. Очень-очень вряд ли, что моды будут. Уставшие шкильники уже считали минуту. Но оставался еще один рок. На перемене забежала Химицу. И напомнила, что мы договорились после шкива сходить с ней в новый магазин. Поначалу я даже не понял, о чем она вообще. Учитель четно пытался призвать детей к порядку. Но она, но на него мало кто обращал внимание. Нет, многим здесь образование и знания действительно были важны. Однако, добрая половина болтусов просиживала штаны на уроках только ради престижного диплома. Прям как в типичном универе. Когда вся жизнь расписана на десятилетия вперед. Не надо волноваться от таких пустяков, как оценки или замечания. Я вот, когда учился в английском универе, у нас такого не было. То есть, там группа была маленькая. И как бы все пришли туда не лениться, а именно учиться, снимать свои проекты, чтобы было портфолио. И все такое. Поэтому для меня это было немножко, ну как бы, странно. Хотя, учитывая, сколько стоило, стоило этот универ. Хотя, это не столько универ, это были, знаете, как курсы, которые дают тебе высшее образование. То есть, это вот как-то так работало. Когда вся жизнь расписана... А, вот, да, давай дальше. К порядку, повторял учитель. К сожалению, накричать на них он не мог, потому что мы были не в суде. Ладно, если вы не успокоитесь, то не узнаете, что у Евгена мозг потик. А, постой, в классе новенькая? Это кто? Это вот та, которую обижали новенькая? В мгновение у кого царилась тишина, нарушаемая лишь редкими перешептываниями. Новенькая? Посреди года? Интересно, она красивая? Я думаю, она просто секс. Это какая-то иностранка, наверное, как в персоне 5 вот эта... Анна. Меня же все происходящее не особо волновало. Я привык к их постоянному галдежу, а появление еще одного ученика меня совершенно не касается. Потому что я со старыми не особо знаком, им не рель пихой. Входи. Ну, блин, это же круто, у тебя будет новичок, и вы как бы оба на правах новичка, хоть Николай вроде не новичок. Мы бы смогли как-то наладить наши отношения. Тут же глаз приглушенно загудел, а мне было лень даже голову поднять. Мне кажется, Николай типичный русский, этот Ванька, который на печи лежит и ничего делать не хочет. Вот лишь бы печь грела сама по себе и все, и возила его, печь взлетела и сама повезла его. Типичный ленивый русский хуй. Но тут я почувствовал сильный толчок в спину. Эй! Постой, это кто меня, эй? Я вернулся и посмотрел на киоски. Тут сидел, раскрыв и палу. Кого же к нам такого прислали, что даже эти зажравшиеся дети так реагируют? Ну-ка, сейчас посмотрим. Я смотрел в сторону в глазки и в классе поднялся вихрь алых лепестков сакуры. Так понятно, Николай, видимо, ему тайно вкололи в спину некий чудодейственный наркотик доктора Стрэнджа. Неужели кто-то считает это красивым? Но как? Почему? Это? Это иностранка, типа? Буквально в пару метров от меня стояла девочка из моих видений. Гость ей из прошлого. Ну же, представься. Меня зовут Кэтрин Винтерс, хотя с некоторыми я уже знакома. Она окинула класс быстрым взглядом, не останавливаясь ни на ком конкретно. Блин, было бы забавно, если бы ни на ком конкретно, кроме главного героя. Я рада, что нам предстоит учиться вместе. Она нарочито исказила стандартное японское приветствие. Кэтрин Винтерс. Как официально. Для меня она всегда была просто Катей, Катюшей, Катяндрием. Именно с ней я тогда смотрел на падающие лепестки сакуры. А потом она уехала. Просто уехала, толком не объяснив причину своей кончины. Она оставила меня одного, разбила мне сердце, раздавила мечты. А, поэтому Николай грустный. Я думал, он ленивый русский хуй. Оказывается, он русский хуй с разбитым сердцем. Я бы обязательно злился и даже ненавидел ее, если бы мог. Ах, как все это омерзительно, банально и заезжено. Словно попал во второстепенную Сёдзумангу. Сёдзуманга японский комикс, ориентированный в первую очередь на женскую аудиторию. Хм. Это что, типа как женское порно? То есть, вы знаете, есть какое-то женское порно, которое оно как обычное порно, но якобы оно какое-то более нежное и романтичное. Хотя я смотрел хрен, так что то же самое. Давно смотрел, ребят, не вчера. Давно, давно. Ну давайте, добавьте ей вокруг лица, то ли мне Лиза про это говорила, я не помню. Вокруг лица ярких искорок и намалюйте на фоне кудрявой облачка. А я подожду, я уже привык. Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Музыка заставляет меня трепетать. Я протел глаза и больно ущипнул себя за щеку. Это же не сон. Эй, Ник, почему она вернулась? Ты что-то знаешь? Почему молчал? Противно бубнил киоски за спиной. Мой мир сжался до темного туннеля. На одном конце мрак и я, на другом свет и она. Только вот там меня вряд ли ждут райские куча говна. Тем временем учитель показал Кэтрин ее место и она прошла мимо, не обратив на меня никакого внимания. Я же просто не знал, что сказать. Скочив посреди урока и заорачив, что ты здесь делаешь, мразь? Одноклассники тем временем отошли от шока. Она действительно была со многими знакома, ибо раньше училась в этой шкиле. А остальные, наверное, просто удивились увидеть иностранцев. Все-таки даже в нашей школе их не так уж и много. Меня-то они вряд ли таковым считали, если вообще подозревали о моем существовании. Главный герой, и Николай очень низко себя оценивает, судя по этим словам. Я познакомился с Котя Андреей в первом классе старшей шкилы. И как-то так вышло, что мы стали встречаться. И она, кому расскажи, не поверит. Я и она. Ее мать так же, как и мои родители, давно работали в Жапане. Время шло, и все у нас вроде бы было нормально. А потом Катя просто сказала, что мы не можем быть вместе. Что-то про то, что маму переводят. Можно было бы все это проверить, простить, забыть. Но неужели ей не было хоть чуточку больно? Ведь я не коллега по работе, с которым расстаешься, переводясь в другой офис. Надо было еще устроить прощальную вечеринку и запастись дежурными подарками. Прости и прощай. Холодные, деловые, будничные, вымоченные. И после всего этого она вот так вот запросто заявляется ко мне в класс хуяс. Приятно познакомиться, рада буду учиться с вами. Черт возьми, да? В целом гребаном Токио не нашлось другой шкилы. Да? Не верю. Но в то же время где-то глубоко внутри теплилось. Глупая надежда. А вдруг Катя вернулась ради меня? Именно поэтому она сейчас здесь. Ну да, для оптимизма причины не нужны. Оптимизм это круто. Я вот рад. Видишь, Николай думает о хорошем. Он молодец. Наконец-то перестанет депрессовать. Хотя, мне кажется, он бы мог тусить с Химицу. Типа, Химицу же не против. И она вот типа заботится о нем. Хотя, может быть, здесь все дело в том, что она хочет как-то поиметь... Поиметь Николая как бы отжать деньги его семьи. Потому что, может, она из небогатой семьи. Кстати, смотрите, у меня комиксы. На задней стороне соколюбимый. Персик, я пошел с Бузиком гулять. Нектаринчик, ну ты забыл взять Бузика. Постой, а Бузик это... Это собака, если что. У вас есть собака по имени Бузик? Кто-то здесь хочет назвать собаку Бузик. Ммм? Не слишу. Я не слишу. Этот сладкий сок. Найс. И да, ребят, мне... Орлы, мои орлы. Мне предлагали купить какой-нибудь другой новый сок. Но с этим проблемой. Слушай, я все соки перепробовал. Тупо нет других соков. Тупо, Рилли, нет другого сока. То есть, весь сок, который в магазинах есть, я перепробовал. Остается, наверное, какой-нибудь, типа, там, моя семья. Или, не знаю, Гольд какой-нибудь. Так его искать надо. Слушай, я поищу. Я попытаюсь найти какой-нибудь новый сок. Но пока что мои поиски приводили меня в жопу. Никуда дальше. Орлы, я вот так что сделал перерыв на заказ пищи. Потому что у меня такой был выбор. Либо я сейчас снимаю видео для орлов. Либо я иду на кухню готовить. Потому что никто лучше Евгена мясо не жарит. А еще я сейчас отжался и выкачал предпоск. Бывает, я снимаю видео. Я такой в середине. Черт, мне нужно... Не нужно что-то резко размяться и проветрить. Знаете, я чувствую, кстати, вот мозг лучше работает, когда ты отожмешься и покачаешься. Как бы кровь разгоняется. Она приливает твоему пенису, яйцам. И, что самое главное, головки. Вот этой головки. Как бы вы отнеслись, если бы вы принесли мне лапшу домой. Ну, типичную лапшу из MyBox'а. Вок. Карбонара Вок, ребят. Если не заказывали, попробуйте. Причем заказывайте именно через Delivery Club. Там скидка. Как бы нефиг переплачивать в самой вот этой. В самом ресторане. В общем, вот. Я смотрел на еле ползущую секундную стрелку. Так вот, если бы вы доставляли мне лапшу, и я бы вышел к вам в трусиках. Как бы вы отреагировали? Я бы нормально отреагировал, кстати. Мне было интересно почитать комитетовы на эти, типа, как обычно, вот, какие-то необычные случаи заработать курьером. Как люди обычно встречают там, или... В чем, или каким образом. Представьте, в маске, как бы, там, встретить курьера. Я думаю, курьера будет нормально. Они подумают, ну, чувак... Я бы подумал, что, ну, чувак, не палятся, как бы. Ну, что такое? Ну, бывает. Вдруг известная личность какая-то, или там звезда, там, депутат, еще кто-то, понимаешь? Не хочется, чтобы потом же обсуждали, что ты там заказал. Так что я бы нормально отнесся, если бы увидел там чувака в маске. В Москве, например, ты принес кому-то еду на заказ. Ты смотришь, квартира что-то богатая, дом что-то элитный, район тоже элитный. И чувак в маске открывает. Я был такой, типа, ну, все понятно. Или звезда, или депутат. Я смотрел на еле ползущую секундную стрелку. Так, твою мать, я все пробел нажимаю, а тут мышкой надо клацать, неудобно. А поговорить? Я должен с ней поговорить. И вот звонок. Я собрался с силами и... И, и, и... Она буквально проплыла мимо, как в море корабли, направляясь к выходу из САСа. Не успел, не решился? Какая уже разница? Да схвати ее за руку и тупо поговори. Эй, Ник, ну ты что, уснул? Слова коседы носились откуда-то издалека, словно из иного мира. Отсылка. Ну что, я ей, сука, скажу. Привет, давно не виделись? Как дела, пока не родила? Да, да и почему она не подошла? Первая. Боится? Стесняется, что ли? Нет, глупость. Это все не про Катьку. Значит, просто не хочет базарить. Я ее знаю даже лучше, чем хотелось бы. Кюзки отчаянно тряс меня за член и что-то бормотал, но я не обращал никакого внимания. Ни как он. Какой-то новый голос. Ни как он. Зачем вы подписали имя? Интересно ведь. Ну, это Химицу, конечно же. Химицу. Я поднял глаза и посмотрел куда-то сквозь нее. Прием, земля вызывает никакуна. И тут я пришел в себя. Да, что такое? Ребят, кстати, давайте так. Если это видео собирает, я назову, ну, число, которое мы точно собирали раньше. Как бы, я знаю, что 800 лайков это много. 600. Давайте так. 600 лайков я зову Лизу на озвучку следующей серии вот этой игры. Мне кажется, учитывая, что тут женских персов немного, ну, наверное, самое то. Да, что такое? Опять забыл. Ну, а, мы с ней обедать, что ли, должны были? Чего? Что с ней делать? Я забыл. Нас смешно надуло хубки. Я так и знала, поэтому решил за тобой зайти. Что ей от меня надо? Заебала женщина. Зайти за мной? Зачем? Ах, да. Мы же о чем-то договаривались. Только хрен знает о чем. Ну, какая сейчас-то разница? Кэтрин ушла, и с каждой секунды она удаляется от меня все дальше. Может быть, сейчас нас разделяет расстояние куда больше, чем тысячи километров Тихого океана. Однако, я просто не знал, что ей сказать, так как уже давно втайне надеялся смириться, опустить, отпустить и забыть! И жить дальше. Но необходимо было что-то решать. Хорошо. Если бежать за ней, то сейчас. Так, твою мать, побежать за Кэтрин ничего не делал. Слушай, я хочу втопить за Кэтрин. Мне интересна именно вот эта сюжетная линия. Так, значит, я за нее втопил. Иконка как бы подразумевает. Какого черта я еще тут делаю? Извини, у меня дела. Коротко бросил я, вскочив и метнувшись к выходу. Ребят, я правильно делаю, что топлю не за химицу? Просто мне кажется, это банально топить за тянку, которая тебя как бы преследует. Это как в Доки Доки топить за Сайори. Это, ну, такое как бы. Как бы в реальной жизни это максимально логичное поведение, которое почти никто как бы себя так не ведет. Все топят за... Понимаете, все топят за красивых и недоступных, а как бы нормальных и доступных никто не любит. Ну, то есть вы это замечали, да, что все любят красивых и недоступных. Поэтому лучший способ отнакраситься для девушки и запереться в сейфе. То есть так парень точно обратит на нее внимание. Если сможет скрыть сейф. Коридор. Ступеньки летят одна за одной, как проститутки под моими ногами. Шкафчики. Сменить обувь? НЕКОГДА! Налетел на кого-то. Переживет. Школьный двор. Ворота. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. На улице машины. Люди, кстати, да, вы обратили в них. Приложение Сори Элисон. А, я починилась сама. В общем, у меня там реклама Самлайта, ребята. Рекламирует. Вы знаете эту девушку? Похожа на Ольгу Бузову. А, это какая-то Катя Гуршини. Катя. Катя Гуршини. Кто-нибудь знает Катю Гуршини? Я не знаю. Катя какая-то. Ну, это типичная Катя там, я на мониторе. Представьте, такой огромный телевизор подключить к компу. Это же полная жесть. Слушай, это просто полный ад, жесть. И нахрен это надо. На улице машины. Люди. Посмотрел направо. Никого. Налево. Катя стояла рядом со школьным забором и безразлично косилась в мою сторону. Мне понадобилось некоторое время, чтобы отдышаться. И вовсе не стоило так спешить. Сказала она холодно. Не удивляйся. Я знал, что ты со мной побежишь. А что еще мне оставалось? Ох, не так я хотел начать наш разговор. Слушай, это очень, это самое херовое начало разговора, которое могло быть. Так что, может перемотаем назад и перезапустим этот разговор. Если ты убегаешь. После стольких лет. Прошло всего полтора года. О, всего полтора. Я не знаю, что он за нее топит. Я явно насрать на их отношения. Что он топит за нее. Ну, да, но все равно. Могла бы хоть слово сказать. Поздороваться, в конце концов. Давай сразу все проясним. Если ты думаешь, что я вернусь ради тебя, то ты ошибаешься. И зачем ты тогда вернулась? А это уже не твое дело. О, она нашла себе нового любовника. Ясно, проститутка, шлюха. Какая-то я нахмурила орла. Может и так. Но почему тогда именно эта шкила? А что такого? Я здесь раньше учился. Да и школа престижная. Не, ну ладно. Это, наверное... Окей, это логично. Здесь вот я, кстати, спорить не буду с ней. Потому что это, сука, логично. Типа, престижная школа. Она раньше училась. Конечно, логично будет вернуться в эту же, как бы, школу. Ну, да. А вы бы что-то стали другую искать? Ну, сейчас, сейчас почешу. На вас продолжим. Нельзя не признать, что в этих словах была логика. Я вот про это только что говорил, Николяша. И, блин, Николай такое имя странное. Ну, Коля, наверное. Не знаю, не нравится мне имя Николая. Ну, какое-то стрёмное. Ставь лайк, если ты Николай. И я не буду считать имя стрёмным. С другой стороны, в Токио есть и другие приличные частные школы. Интересно, а в Токио есть какие-то англоязычные школы? Ну, типа, элитные английские школы. Или, как по крайней мере, частные. Элитные это всё-таки очень дорого. Не знаю, зачем мне. То есть, как бы, как бы я, ну, уже пересёк границу школьного возраста. На самом деле, школа это очень классная штука, понимаете? Когда ты учишься в школе. Я вот немного скучаю по школе. Как знаете, есть многие люди, которые вот они отучились в школе или учатся в 11 классе. Они уже считают, что они какие-то высшие расы. Меня, кстати, тут немножко бесит. Вот у вас есть такое? Вот вы замечаете этих людей? Которые вот они отучились в школе или там год назад. Или уже вот-вот закончили. И они уже считают, что в школе это низшая раса. Это типа обезьян. А вот я отучился из школы. Я уже всё. Я сверх раса, сверх человек, свободный. Хотя потом у тебя универа армии. Это по сути, по сути, если подумать, то универа это та же школа. Только, знаешь, уровень сложности чуть повыше. Хотя зависит от универа. Может где-то и пониже уровень сложности. В зависимости от того, что ты сам выберешь. Так что вот, да. Поэтому я не понимаю чуваков, которые школьников хейтят. То есть я никогда не хейтил школьников. Ни когда сам был школьником. Ни вот сейчас. Я вроде бы уже пересёк границу школы лет 5 назад. Или больше. Может 6 уже прошло. И, ну, я не знаю. То есть я не стал презирать школьников. Я, видимо, я слишком адекватный для ютуба, ребят. Простите меня за это. Понимаете, на ютубе нужны неадекватные долбоёбы. Я знаю. Любой ютубер должен быть неадекватным, а долбоёбом тогда его считают крутым. Я слишком адекватный, слишком хороший. Слишком люблю людей. Я, кстати, за это, если серьёзно, я за это, мне кажется, поплатился несколько раз. Что я слишком сильно люблю людей. И слишком, как бы, я... Понимаете, я очень люблю людей. Я им верю. Я всегда вижу в лучшее в людях, но... Но, как бы, не всегда это хорошим кончается. Да наплевать. Я потихоньку начал выходить из себя. Ведь она просто издевается. Ну, судя по лицу, я ей тупо пихаю, я её раздражаю. Можно же было хоть поздороваться и перекинуться парой слов. Как будто между нами ничего не было. А ничего и не было. Ответила она невозмутимо. У меня вмиг опустились руки. Неужели Кэтин всегда была такой холодной и жестокой? Я просто не замечал. Мне почему-то кажется, что да, ты просто не замечал, Коля. Ты просто был долбоёбом, Колян! Игралась со мной моими чувствами. А когда надоело, просто выбросила меня. Как вышедшая из моды YouTube-канал. Катя, ну нельзя же так! Не называй меня Катей! Ей действительно не нравилось, когда я её так называю. Хотя она никогда не говорила, почему. Нет, ну уж я не в отношении к СССР и США. В отношении к СССР и США. Хорошо, мисс Кэтрин. Не соизводится ли вы объяснить, что происходит? Она накомнилась ещё больше. Кэтрин Сан. Нейтрально вежливый именной суперс. В контексте довольно близко существует обращение по имени и отчеству в русском языке. Окей. Да, шутки тут, пожалуй, неуместны. Кэтрин резко развернулась и собралась уходить. Я, не отдавая себе отчёта, рефлекторно схватил её за руку. Слушай, это выглядит мощно, абсолютно мощь всего этого кадра. Типа, ммм, сука. Подожди! Отпусти, я закричу! Я просто хочу побазарить! Неужели ты думаешь, что я поверю в эту глупость? Мне плевать, поверишь ты или нет. А, кого ты тут тогда ждала? Если бы я не прибежал? Прибежал бы. Ответила она спокойнее, перестала вырываться. Я отпустил её руку. Я тебя знаю. Ага, значит знаешь! И говоришь, что ничего не было? Это всё в прошлом, а сейчас так получилось, что мне пришлось вернуться. Маму опять отправили в Японию. Я понимаю, но я ведь просто хочу поговорить, понять! Я что, должна перед тобой оправдываться? А может и должна! Вообще говоря, мы ссорились с ней не в первый раз. Наверное, я просто раньше не придавал этому особого значения. Молодые бронятся, только тешатся. Угу. А потом, когда Кэтрин бросила меня, начал вспоминать и анализировать. Вдруг для неё всё это выглядело по-другому. Вдруг она переживала и страдала из-за каждой ссоры. Однако это в любом случае не даёт ей повода вести себя как сучка! Если уж ты меня бросила, то будь последовательной. А тут, может, начал новую жизнь и уже не рассчитывал тебя когда-нибудь увидеть. А теперь ты появляешься, разговаривать не хочешь, но при этом всегда будешь рядом. Интересно получается, прям как ермо мне на шею. Постоянно терпеть, эээ, терпеть на себе твои молчаливые взгляды. Я же знаю, что так и будет. Даже если ты ничего не имеешь в виду. Кэтрин собиралась что-то сказать, но я продолжил. А потом и я начну чувствовать себя виноватым из-за твоего немого укора. Ты же меня знаешь, как сама говоришь. Значит, должна понимать. И после всего этого ты будешь дальше говорить, что ничего не происходит. И тебе не нужно мне ничего объяснять. Нос чешется. Вот что, я и объясню сейчас, что у меня нос чешется. Ужасно. Думай, что хочешь. Ага, значит, теперь вот так. Будем играть несознанку. Несознанка. Да вообще, такое слово существует, несознанка? Кто-нибудь, откройте словарь. Интересно, давно ли я перешел на крик? Проходящие мимо школьники с опаской оглядывались на меня. Девочки перешепнулись, а парни смотрелись недоверием. Ну да, в Японии же не принято орать. После всего ты хочешь сказать мне, что ничего не было? Нет, сейчас и не будет. Последнее было явно лишним. Я выплюл все, что было на душе. Неужели я правда надеялся, что мы снова сможем быть вместе? Особенно после таких речей. Наверное, зачем же себя-то отмазывать? Но одно дело надеяться на это, как Кэтлин в другой стране, за тысячи километров совсем, но и когда она стоит тут, и смотрит на меня, как на врага народа. Она еле заметно улыбнулась, но в ее взгляде считалось презрение. Я просто думаю, что заслужил объяснений. Тебе бесполезно что-либо объяснять? Бросила Кэтлин на прощание. Возможно, я реально играю за Дейбика, который я не понимает. Такое тоже может быть. А может быть... Слушай, а может быть все действительно не так плохо и... Может мы действительно чего-то не знаем, а может быть я реально играю за Дейбика. Ну и ладно, это еще не конец. Мы теперь потом в классе. Проходящая мимо девочка сказала своей подружке не смотреть на меня. Так, теперь меня считают за местного... За местную королеву драмы! Ура! Да и пошло оно все. Буду фапать на желтый мотороллер. Шипел я себе под нос по дороге домой. Тоже мне фифа. Видали и получше. Например, химицу. Я думаю, что вот химица к нему домой приходит. Он тупо может один раз взять ее, снять с нее вот всю эту одежду и тупо трахнуть. И все, и все будут счастливы. Я был зол на Кэтрин, по-настоящему зол. Мы ссорились и раньше, но сейчас она меня просто-таки с грязью смешала. Если и настаивает когда-нибудь подходящий момент, чтобы выкинуть ее из сердца, то почему не сейчас? Рядом, весело крича, пробежали дети из средней шкилы по соседству. Один парень слегка задел меня, причем и сказал «Извиняйся!» То бишь, брат, мужик, дядя, дед. Неужели я выгляжу таким старым? Впрочем, рассуждаю примерно на таком уровне. Ненадолго хватит моя обидно на Кэтрин. Опять забуду, и все по-новому вернется идеализирован. И образ, которому явно не соответствует та девочка, с которой я только что ругался в школьных ворот. Так, пока что... Пока что это все. Лишь дома удалось немного успокоить орла. От этого дня я прямо в тщетных попытках отогнать от себя мысли о Кэтрин. Нет, ведь так и правда можно с ума сойти. Каждые пять минут звенел телефон. Постой, почему? Я не брал труппы, потому что знал, что это кезки. Кто еще мне будет звонить? Да и если речь идет об этом бесноватом атаку. Хорошо, что он еще в дверь не ломится. В итоге я просто выдернул провод. Я представляю, тупые стены, блин, выдернул провод, и вся проводка, тупо, в доме взорвалась. Взорвалась. Телевизор, видеоигры немного отвлекали меня. Они быстро надоели. Я даже взялся за уроки. А со мной такое нечасто. Немного поиграл на басу. Я вообще думал, что Коленька, Коля Соболев, Колька, Колька, эй! Колька в жопе, в жопе Болька. Я думал, что он такой заучка, типа, любит учиться, все такое. Видимо, нет. Видимо, нет. Приготовил простецкий ужин. Лучше бы, конечно, поел степню химицу. Но она, видимо, занята. Не то, чтобы химица обязана ежедневно мне готовить и завтрак ужин. Я просто привык. Вообще, если разобраться, привычки стали неотъемлемой частью моей жизни. Даже начали играть в ней ведущую роль. Но это вообще нормально. Все люди имеют какие-то привычки и привыкают к чему-то. И порой бывает тяжело отказаться от привычек. Но делать что-то новое тоже надо. Например, у меня есть привычка играть в доки или это. И как бы, с одной стороны, мне хочется снимать что-то новое. Но с другой, я чувствую, ребят, что вы часто просите меня снимать именно доки или это какой-то новый мод. С другой, как бы, мне самому хочется. И поэтому не всегда получается что-то новое придумать. Вообще, кстати, я немного не понимаю, почему все-таки разработчики Лето решили взять Юнити. То есть, я бы не сказал, что игра выглядит сильно по-другому. Я думаю, вот эти статичные арты можно было вставить и на Ренпай. Даже те анимации простенькие, которые тут есть, тоже можно на Ренпай было бы сделать. Мне кажется, движок вполне к этому располагает. То есть, например, помните, мы видели вот доки. Там было, помните, доки 3D, где там анимации и все дела. И нормально ведь, ничего, все работало. Значит, можно сделать анимации и на Ренпай? Вопрос в том, почему они, та, Юнити используют и моды к их трварению. Может, я думаю, истинная причина, они моды не хотят, наверное, видеть. Хотя хрен его знает. А у меня там доки идет, кстати. Ура! Эх, а появление Кэттен грозит все разрушить. Как будто за последние полтора года я дряхлел и обрюзг. Теперь для меня стабильность важнее всего, как для Путина. С другой стороны, зачем лишние потрясения, которые все равно в итоге не приведут ни к чему хорошему? Зачем заказывать макароны, если ты можешь их сварить дома, правильно? Просто у меня сыра нету, так бы я сварил дома и не заказывал. Вдруг дверь позвонили. Наверное, Химицу, хотя в такой час. Я медленно пошел открывать, но на полпути в голове мелькнула мысль. А с какой стати Химицу будет звонить? Значит, киоски, не иначе. Впрочем, для него уж точно поздновато. Распорядок дня моего упитанного друга. Аниме, спать. О, Господи, да какая разница? Однако на пародии никого не оказалось. Слушай, может это Катька балуется, а?